11 мая 2024 год. Послушайте, по-моему, пока я призывал вас не паниковать по поводу наступления так называемого на Харьков, оно уже сдулось. Нет, я просто сейчас, пока я смотрю на то, что мне доступно там в сетях, я вижу загоревшую российскую технику, но я не вижу ни одной загоревшей украинской техники, единицы, да? То есть там говорят, до липцев дойдут, мне боты пишут в комментариях, до липцев дойдут, оттуда начнут обстрелять Харьков. Сейчас я вижу там зона, которая под боями там Стрелечья, там 8 километров еще до липцев. Я уже не говорю о том, что от липцев еще только до горемычной Натальи Ужви еще 20 километров, да? То есть даже если вы туда доберетесь, то это только до первого квартала Северной Салтовки многострадальная долетит, и никак не по всему Харькову, если градами, а ствольные того доставать не будет. Да, но в любом случае огромное количество ботов, просто нереально, народ. Я просто, я не думаю, что это к моей скромной персоне такое внимание. Я думаю, что просто это сейчас по всем фронтам расисты кинулись бы заполнять все какие-то текстовые видео сообщения своим тем, что они вот-вот уже победили, еще немножко, блин, они уже в дамках. Но мне пишут там, допустим, девочки пишут, а что насчет Запорожья? Я вот сейчас возле Орехов, возле Работина. То есть у вас в Запорожье прилетают ракеты, но если у вас это, ну, то есть не дает вам возможности жить, по Харькову прилетают, куда круче я вам сообщу, да? То есть Харьков 26 километров от Российской Федерации. То есть я понимаю, что это не зависит от этого. Если человек паникует, тот паникует. По крупным центрам будут Украины прилетать до конца этой войны. Так что, ну, по каким-то больше, по каким-то меньше. Тут уже крайне малая вероятность, что убьет конкретно вас. Я понимаю, это не утешает никого, у кого кто-то покалеченный или убитый. Но просто, чисто статистически, я бы, наверное, из Запорожья не уезжал 100%. Я не уезжал с Северной Салтовки до апреля месяца. Ну, там, когда вынуждено, когда... Не важно. То есть переедьте в село какое-то. Странно, что такие очевидные вещи приходится объяснять на третьем году войны. Если вам, там, вот эти обстрелы не дают спокойно жить, выйдите в село, выйдите куда-то в глушь, которая не будет целью для этих ракет. Понятно? А по поводу того, что... Тоже опять мне пишут. И не только боты. Там один, не буду уточнять из какой страны, говорит, чего украинцы сопротивляетесь. Их 140 миллионов. Их там в 5 раз больше. И у них свое производство оружия. Ребята, вы понимаете? Я просто хороший пример. Вьетнам навалял Китаю. Да, вы понимаете разницу между Вьетнамом и Китаем? Это вот уже, когда у Китая было ядерное оружие. Это в 20 веке было. Причем здесь количество. Это орки. Орды орков. Понимаете? У них ВПК... Понимаете, что такое военно-промышленный комплекс? Это, ну, я не знаю. Ну, если свой ВПК у индейцев, там, из племени Тумбу-Юмбу, и они самостоятельно могут изготавливать камни для пращи, да, это свой ВПК. Но это не поможет им, если им противостоит малочисленная группа, там, людей, экипированных, там, не знаю, мушкетами, алебардами, арбалетами. Неужели это тяжело понять? Нам сейчас западные страны дают великолепное, прекрасное, чудесное оружие. Понимаете? И еще далеко не все из этого мы получили. Я же говорю, мы этих Ф-16 ждем. Вот как раз, кстати, Запорожье, там, Харьков. Я думаю, что сильно вам облегчится жизнь после того, как появится вот такое Ф-16, как ПВО воздушное рассматриваете. Россияне сейчас будут вот эти ближайшие два месяца, там, я не знаю, ну, может, до августа, будут переть изо всех сил, усираться, блин, нафиг, для того, чтобы хоть что-то, хоть как-то нас напугать, запугать, чтобы мы перепугались и объявили, там, капитулировали. Не знаю, что они ждут. У них в башке, блин, понос. Поэтому я не знаю, что они хотят и что они ждут. Как они... Я никогда не думал, что они в феврале 22-го года пойдут, когда плюс 5 был весь в феврале, что они... Я жене говорю, какое нападение? Они что, по Чернозему пойдут в плюс 5? Метр слой Чернозем у нас там в Харькове, полметра. Этого не будет, ну, этого не будет, потому что по Чернозему не идут танки. Они что, пойдут по трассам ровными колоннами пойдут, я говорю, жене своей, типа, я же тошник, я же воевавший, я же опытный. Они настолько идиоты, говорю, ну, оказалось, что они куда умнее, в кавычках, чем я думал. Так что, я не знаю, понимаете, то есть, как бы тут это все-таки разговоры о том, что они ядерку могут применять, ну, по моему мнению, там, люди, которых я слушаю, говорят, что не применят. Ну, я думаю, что они шибанутые на всю голову и не применят ядерное вооружение. Потому что загорелла хата, горе и сарай, у них мозгов нет. У них нет мозгов. Они просто, ну, я не знаю, то ли они подкуплены и доканывают уже свою страну окончательно, чтобы не было никакой Рашистской империи, Рашистской федерации. Ушел я в сторону, запомнили, да, что? Если вы, я еще раз, ну, хороший, я, по-моему, хорошую градацию сказал опасности для гражданских. Если до вас добивает град, то да, уже собирайте там вещи, будьте на готове выехать. Это 20 километров от фасфронта. Если до вас добивает ствольная артиллерия, это значит, до вас уже 15 километров, это гораздо опаснее, потому что уже по вам работает по вашему району и град, и этот самый, и ствольный. Если до вас добивает миномет, 7 километров, 4 километра этот 82, это 120, ну, то есть миномет до вас добивает. Это уже очень плохо, потому что ствольную там задерживают, там дома перед вами, если вы в городе живете. Бедная Наталья Ужвийна, она спасла там и дружбу народов, и метростроителей во многом, потому что ствольную артиллерию на себя принимала от этих косоруких. А, то есть миномет это уже очень плохо. А если вы уже и стрелковое слушаете, то слышите выстрелы, то вам надо текать, потому что у вас бой уже просто под балконом идет. Понятно? Опять же говорю, что это если вы не рядом с полигоном живете, а то вы, вы слышите, как наши ребята тренируются орков мочить, а дреснете. Смотрите, где линия фронта и понимаете, насколько вы далеко по этим звукам. Все будет Украина, не паникуйте.